Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. В гостях у нас сегодня Ольга Геннадьевна Лопухова, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. Мы сегодня с нашей гостью продолжим наш уже цикл программ по гендерной проблематике, то есть в сфере, где Ольга Геннадьевна является специалистом, и эта область является областью ее научных интересов. И тема нашей сегодняшней программы – феномен успешной женщины. Поговорим о тех проблемах, с которыми сталкиваются женщины, которых наше общество обозначает как успешными. Речь идет не о проблемах их бизнеса, не о стрессах на работе, которые у таких женщин, как правило, достаточно высокие, и риски достаточно высокие. Речь и не о тех бонусах, которые этот статус предоставляет в виде материальных возможностей. Речь идет о самоощущениях таких женщин, если хотите, об их специфичных тараканах, характерных, вероятно, именно только для этой категории лиц. И я хотел бы, наверное, начать с вот какого вопроса. Феномен успешная женщина. Вообще, что понимается под успешными женщинами? Потому что для меня успешная женщина – это то, что я вижу, когда мы говорим об обществе, то, что я вижу, что транслируется в предметах культуры. В Кикелевидении, в первую очередь, да, сейчас. Ну вот, если мы говорим о классике, это фильм «Москва слезам не верит». Там была показана успешная женщина с многочисленными проблемами, на самом деле. Я понимаю, что времена изменились. Я понимаю, что сейчас успешная женщина – это явление, если не рядовое, но вполне распространенное. Это связано и с объективными причинами экономическими, связано с возможностями, которые открывает современное общество перед женщинами в плане достижения успеха. И тем не менее, что, по-вашему, успешная женщина отличается? Вот этот взгляд общества, взгляд киношный и на реальность. Здравствуйте, прежде всего. И я благодарю, что вы меня приглашаете на эти передачи, потому что, действительно, это та тема, которая мне действительно очень интересна. И я ее не зря изучаю, уже очень много лет. И вот как раз, наверное, тема успешности, она такая стержневая в плане вообще организации для меня всей гендерной проблематики, не только женской, но и мужской. И вот вы очень правильно сказали, затронули этот момент, что культура транслирует нам, что значит быть успешным. И вот вообще наша культура, наше общество, которое, возможно, по своим культурным особенностям отличается от другого общества, ну, допустим, там, в Америке, в Европе или же в Азии, например, да, в таких дальневосточных странах, культуры разные. И, ну, тем не менее, у нас еще идет эффект глобализации и происходит такое смешение культур в плане именно тех ценностей, которые вот являются системой определенных культур. То есть не просто глобализация, такое всеобщее растворение, а именно это феномен так называемой вестернизации. То есть западная культура, она транслирует свои системы ценностей, в том числе представление об успешности. И вот как раз это вот и предваряет момент обсуждения того, что, вот вы сказали, наше телевидение, образы, которые транслируют в СМИ, оно задает определенный какой-то, ну, может быть, даже он не определенный этот стандарт, может быть, мы даже можем выделить какие-то разные типы вот образов успешной женщины, в частности, которые транслируют нам в СМИ, например, да. Но в любом случае это будет отражение определенных культурных вот таких систем представлений, взглядов и норм. И поэтому любое общество, оно, в принципе, задает определенный стандарт вот такого вот стереотипа и образа успешности, и той семантики, которая стоит за понятием успешности. То есть успешность — это что? И вот ответ на этот вопрос, он, в общем-то, культурно определен. И он в нашем обществе сейчас, в частности, он неоднозначен, потому что у нас вот как раз вот этот вот процесс рестернизации, он ярко проявляется также. Вот, и у нас, получается, смешиваются в общественном сознании, они как бы и сталкиваются, и перемешиваются, и, может быть, путаются даже, да, вот разные образы и разная семантика успешности. И в данном случае я вот немножечко такой научный введу момент сразу, ну, то есть попытаюсь расставить с научной точки зрения и термины ввести определенные, чтобы мне просто даже так проще объяснять. Вот. Существует, в частности, такая как бы линейка, шкала в описании культур. Ну, их несколько таких линейк, мы вот об одной сейчас поговорим, да, предложенная голландским культуро-антропологом, культурологом Гертом Ховстеде. И вот одна из вот этих вот шкал, это называется маскулиность-феминность, или маскулиность-фемининость, где культуры, вот общество, да, они могут быть измерены, вот как бы этой линейкой, они больше относятся к полюсу маскулиности или фемининости. Что это означает? Это вот как раз в основе, один из критериев такого деления, это отношение к успешности и семантика успешности, что в обществе вообще понимается под жизненным успехом. И наша культура, вот российская, да, как бы изначальная, традиционная, татарская культура, такая нативная, я имею в виду, культура, исходная, она вот по этой шкале измеряется как больше фемининная. То есть это не значит, что там женщины лидируют, да, или женщины главные, хотя этот момент тоже, в принципе, присутствует в чем-то, например, в российской культуре. Но речь идет не об этом, а речь идет о том, что культура, она как бы описывается как культура, где успешность понимается с точки зрения женщин. То есть такой женский образ, как бы женственная культура. То есть это означает, что успешность вот в фемининных культурах, она связывается с поиском смысла жизни, с воспитанием и вот развитием детей, с обеспечением подрастающего поколения, с вкладом в детей, чтобы они были и с вкладом в такие поддерживающие, теплые, тесные, близкие межличностные отношения, в гармонию отношений. И вот такое понимание успешного человека, который приблизился к смысловым основам жизни, он удовлетворен смыслом, который он в своей жизни ощущает, который нашел его, да, или идет к нему. То есть можно я один, который вопрос, я боюсь забыть его, меня это просто интересует и мучает. А правильно я понимаю, что то, что вы сейчас описали в нативной культуре, это по большому счету речь идет о знаке равно между счастливый человек и успешный человек? Да, мне кажется, между счастливый человек и успешный человек в любой культуре будет идти знак равно. Просто вот из-за влияния вот этой вестернизации, да, в нашей культуре получается, что внедряется еще и другое понятие успешности западной культуры. Допустим, та же американская культура, она, например, США, я имею в виду, да, она, например, вот характеризуется и больше описывается полюсом мускулиности, то есть это мужская культура, и она пришла именно из англосаксонской культуры на запад, имеется в виду, да, то есть я же имею в виду не коренных индейцев, а вот та культура, которая является вот сейчас в США, и тоже транслируется через фильмы, то есть вот, которые мы любим, на которые мы смотрим. То есть и там успешность не равно счастливый человек? Оно равно счастливый человек. Что значит для них счастливый человек, и что значит для них успешный человек, и для нас. Вот. Что за этим стоит? В маскулинных культурах, то есть так называемых мужественных культурах, да, в культурах по мужскому типу построенных. Успешность означает, вот как Хоффстеда описывает, внешняя выделенность, престижность, материальное благосостояние, ну и социальный статус, то есть какие-то вот внешние признаки, которые, ну буквально вот внешне в одежде, в ухоженности, да, в дороговизне этой одежды, в ее эксклюзивности, в вот в той же какой-то машине. И у нас в сознании сейчас из-за вот вестернизации, вот, ну вот, в общем-то, размытых границ, прозрачных совершенно границ между культурами, разные представления, они сталкиваются. И люди, ориентируясь и выстраивая свой жизненный путь, женщина, например, да, ну девушка молодая, вот о чем-то мечтает, да, на что-то планируя, на что-то ориентируясь, да, в своей жизни, она вот фактически выбирает из разных образов вот этой вот, ну, возможной успешности. Они все у нее представлены в сознании как возможные варианты, и она пытается в своей идентичности их в самом начале каким-то образом или выбрать и определиться от чего-то другого, отказаться. То есть я еще раз поясню, правильно понимаю, что, ну, условно, молодой женщины, которая вступает в жизнь, и у нее есть там несколько вариантов успешности. Один из вариантов – выйти замуж, быть счастливой с этим человеком. Да, он рожает побольше детей, быть счастливой матерью. Да, быть счастливой в этом детстве многочисленном. Вот. Второй вариант – мускулиный, англосаксонский, как вы обозначаете. Это идти в бизнес, строить карьеру, зарабатывать много денег, быть свободной, вот, независимой от мужчины. Влигательный. Первый вариант, как правило, предполагает какую-то зависимость. Конечно, да. А почему там, знаете, такая взаимозависимость, там вот… Да-да-да, я понимаю, что счастья без взаимозависимости не будет. Комплементарность. Без взаимозависимости не будет, потому что если ты просто зависим, то, конечно, это счастье не получится. Да, и вот счастье, оно всегда равно успешности в данном случае. То есть я хочу быть счастливой, что это значит. Я хочу выглядеть так, чтобы все ахали и все понимали, что я выгляжу там на 500 тысяч баксов. И мне завидовали. И, значит, ни в чем себе не отказывать. И чтобы мое слово значило в определенных кругах что-то. То есть влиять. Вот, быть представительной. Ну, соответственно, богатой, да, и в связи с этим независимой. А вот скажите, когда вы сказали, что наша нативная, наша такая пасконная, да, культура предполагает один тип успешности женщин. А вот глобализация и влияние других культур предполагает другой тип женщин успешности. Вот те женщины, которые достигают успеха именно по англо-саксонскому варианту, да, вот через стресс, через материальные блага, через положение самостоятельное, принимающее решение, да, они же выходцы из другой культуры, на самом деле, из нативной. И вот эта, наверное, ситуация порождает массу проблем внутрепротиворечных. Внутрепротиворечных, да. Внутрепротиворечных. Да, да. Вот давайте о них поговорим. А богатые тоже плачут, да, наша любимая тема. Да, да, с чем сталкивается она? Да, она может ощутить субъективное чувство глубокой неудовлетворенности, при том, что на рациональном, таком объективном и осознаваемом уровне она даже может не понимать, что вообще с ней происходит. То есть она все цели, которые она ставила и которые учат, допустим, в, там, в различных проектированиях, да, как, как достигать, как планировать, как ставить задачи, как последовательно к ним двигаться. Типа там, ММБИ, да, вот эти вот все технологии. Она их знает, она их осуществляет. Это действительно все можно, это четкие технологии, легко осуществимые, в общем-то. Да, да, но приходит ощущение пустоты, и вот это и есть внутриличностный конфликт. То, что иногда могут говорить о отсутствии женского счастья, да, чувство одиночества, чувство непонятости. И в целом это может выразиться либо в экзистенциальном кризисе таком, да, собственно, потеря чувства, вот, смысл жизни. Вот такое может прийти. То есть и чем больше достигла женщина, и чем больше ей вот окружение, как бы, говорит и показывает, что она достигла действительно многого и очень, и очень успешна. Через зависть, наверное, да? Да, она очень успешна. Через зависть, через отношение к тому же зависть, и в отношениях будет проскальзывать, скорее всего, такое, знаете, нивелирование. То есть ее другие будут стремиться воспринимать часто как вот стерву, агрессивную, не совсем... Женственную. Не то что, да, не женственную, и в том плане, что... Неполноценную, что ли, да, именно социально. То есть вот, что у нее с характером что-то не то, да, и что с ней какие-то близкие отношения сложно строить. Вот такие вот моменты. А это проблема этой женщины или проблема этого общества, которое не хочет подстроиться под... Это проблема целостной системы. Вот индивидуальная психология, индивидуальное сознание, общественное сознание. Вот. И это проблема этой женщины, безусловно, потому что всегда это наши проблемы. Вот такие проблемы, это всегда, собственно, наши проблемы. Это то, с чем можно, в принципе, разбираться и разобраться, в конце концов, если есть желание и потенциал, ресурс внутренний. вот потому что вот это вот осознавание что в общем-то проблем это всегда возникает тогда когда она даже не понимает что с ней происходит то есть она начинает думать что же самое происходит и объективно она ведь что все в ажуре то есть все что хотела достигла все есть даже больше все хорошо почему неплохо вот чему и реву в подушку да да ну это может быть даже не реву в подушку потому что реву в подушку это уже какая-то осознанность проблемы какой-то ну допустим потому что у меня нет рядом другого человека я лежу 1 без мужчины поэтому я реву в подушку вот в данном случае я даже еще говорю что вот просто какой-то такой внутренний червь который выгрызает изнутри который дает смутное чувство неудовлетворенности пустоты бессмысленности вот и высасывает все силы и ресурсы и и даже из той же энергии которая должна быть направлены на работу я понимаю чем вы говорите представляю эту картину на самом деле а во первых как это как за это можно сценивать и можно сценивать вообще лучше в него не входить поэтому чем раньше вот это вот осознавание своих целей и их совмещение произойдет тем лучше и выйти из этого как и из всех подобных внутри личностных конфликтов как вот явление через постепенное осознавание вот этих вот структур внутри себя насколько они есть чем они наполнены да насколько они действительно значимы и переосмысление может быть ценностей в жизни себя там даст образа я и других образов я концепции той же успешности мы разработали в общем-то даже тест такой рисуночный он рисуночный проективный тест рисунок успешного мужчины и успешной женщины называется вот с моей аспиранткой она соискательница потом была в рамках ее кандидатской диссертации которая написала вот мы разработали этот тест и вот я потом опробировала его много раз со своими студентами заочниками то есть мы взрослыми людьми в том числе и вот уже даже когда мы его разрабатывали там по результатам мы выделили что тест позволяет но так вот три типа выявлять пониманию современных женщин успешности своей вот по вот этим рисунком и вот как раз один тип успешности о котором мы с вами говорили этого такое фемининное понимание успеха феномена успеха и успешности где ну допустим в том же рисунке успешная женщина успешный мужчина даже инструкции такой специально не дается но люди и в принципе дается два листа то есть нарисуйте успешного мужчину успешной женщины люди могут на разных листах нарисовать но они рисуют на одном они рисуют их взявшись за руки они рисуют между ними или вокруг них детей они рисуют за их спиной дом то есть они рисуют во-первых атрибуты да потом вот эти вот фигуры мужчины и женщины они достаточно похожи друг на друга то есть но это феминный образ вот как бы успешность в трактовке феминой культуры это гармония отношений это взаимная поддержка это приближение к смыслу жизни это вот вклад в в рост именно поколений до в продолжении себя вот другой типа когда женщина рисует по отдельности мужчина и женщина то есть у нас еще ведь проблема в том что вот та успешность которая маскулинная до идет там от маскулинной культуры этот образ это образ мужской успешности на самом деле есть женщины которые так и понимают что есть мужская успешность вот как героиня муравьёвой есть женская то есть мужская успешность она понятно да то есть это продвинуться по социальной лестнице зарабатывать деньги стать представительным и мамонта в пещеру да и вот да да иметь вот уважение власть богатство вот эту представительность и женская успешность она вот ну как бы быть при вот этом мужа собственно женской успешности она даже то есть успешность она даже не применяется к понятию женщина это например вот в этих тестах она выражается в том что женщина там какая-то все непонятная маленькая вот такой мужчина другой эта женщина рисует большого мужчины и да нормально большого прорисованного мужчину со всеми атрибутами у него вот эти вот атрибуты представительности какой портфель галстук то есть вот что вот он сделал карьеру что у него есть деньги это машина может зайдю него стоять например или какой-то стол что он начальник там на столе написано босс там ну вот какие такие моменты атрибуты вот и женщина непонятно вообще в чем ее успешность выражается то есть человек просто даже не представляет в чем может выражаться там на самом деле не три типа там больше вот вариации да но крупных таких часто встречающихся их три а еще есть вариации вот и наоборот то есть когда же ну там есть мужчина и женщина они рисуются как бы вот у меня встречались такие симметрично отличие как говорится найди пять отличий то есть там женщина в костюме мужчина в костюме но женщина может юбки мужчин в брюках вот и там портфельчик и тут портфельчик да и по машину здесь да 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 то есть вот это одинаковая как бы успешность но тоже то есть успешность женщины допускается внутри женщины но она вот аналогичного мужской успешности и эта женщина она прорисовывается одиноко здесь вот имеет вопрос на такой имеет место быть вопрос о том как вообще прорисована эта женщина потому что бывают такие рисунки когда она там с вот элементами есть такой классический тест рисунок человека где есть критерия что на этот образ проецируется допустим какие-то состояния определенные отношения человека и здесь вот проецируется например агрессия то есть она такая зубами нарисована вроде улыбается но это то есть она она не принимается вот тоже вот есть такой момент у нас в общем то мы же если мы говорим о феномене успешности это же значение да это слово знак это понятие за которым стоит система значения называется семантическая система в семантической системе выделяется как бы ну как минимум два уровня так называемый дентативный коннотативный дентативно это то что мы проговариваем и осознаем и называем да то есть ну допустим мы проговариваем что успешность это хорошо что успешность это когда есть деньги там что успешность это когда есть власть когда ты дорого одет красиво да стильно и тебе завидуют так далее но есть еще коннотативный так называемый компонент за всем этим который может быть неосознаваемым но он есть и он в тебе работает это отношение ко всему этому то есть ты можешь все это говорить но при этом отношении может быть негативная то есть та я женщина и у меня есть власть или вот эта успешная женщина и у нее есть власть у нее есть деньги и это хорошо она молодец там она сделала себя сама но внутренне идет негативная эмоциональная реакция на все это который человек не всегда может осознавать даже и ассоциации идет она стерва то есть ну вот это я словами сказала да но эмоционально вот примерно вот такой там настороженность агрессия непринятие непринятие да вот ощущение что у нее многие там потребности фрустрированы не удовлетворены то есть вот и вот это вот это отталкивающее эмоциональное отношение она есть и вот эти моменты как раз вот вот этого расхождения также женщина может не осознавать своей психике то есть не осознавать своей личности что они есть у нее что она она ориентируется только на то что она понимает что деньги это хорошо что нужно стремиться к тому чтобы как можно быстрее сделать карьеру что лучше даже не выходить пока замуж потому что я еще не состоялась а мне допустим там замужество и дети помешают состояться я буду меньше зарабатывать я хочу зарабатывать я хочу быть успешный да вот и да они связывают это в эту семантику успешности счастливая включается часто хотя вот наши исследования сейчас потом скажу еще попозже другой еще показывают да с девушками сделаны вот и при этом вот этого негативная коннотация она всегда это будет сопровождать и это вот в другой еще проблема выливается которая называется страх успеха у женщины то есть другой конфликт давайте подробно интересно вот матин хорнер она где-то в 60 80-е годы начала исследовать заметил когда я начала исследовать этот феномен и на женщинах первых как бы впервые как раз сейчас уже это как бы страх успеха это специфическая мотивация успеха то есть есть по или рсу так например мотивации мотивации успеха и мотивация избеганий неудачи как вот мотиваты успеху до мотивация к достижению успеха и мотивация к неудачи вот мать охотном добавила еще мотивация страх успеха которая отдаляет отдаляет человек она блокирует возможность достижения успеха в поведенном вот именно в реальном поведении например вот выражается это в том что впервые это было открыто для женщин которые реализуют себя в маскулинной сфере вот социальной деятельности такой общественной деятельности ну то есть вот как например вот героиня как раз до который но она правда пошла героиня в москва слезам не верит она пошла работать на завод правда женский такой завод текстильный да какой-то вот в принципе вот я но все равно это карьера мужская то есть это карьера топ-менеджера на заводе вот если мы еще немножечко усугубим момент маскулинности у нас строить до сделаем завод автовали оборонный то соответственно так вот женщины делающие карьеру в такой вот маскулинной сфере ну или военные да вот какая среда вот она допустим вот чисто как говорится технически да то есть она не имеет каких-то препятствий к тому чтобы делать эту карьеру если у нее соответствующее образование например она всю жизнь интересуется этой техникой да и она хорошо в этом разбирается и она получила хорошее образование она хорошо учился она умная хорошо училась школе она поступила там в баум куда она имеет великолепное образование она получила все эти мби ай и в принципе ничего ей не мешает она же там не трубы ворочит да и ничего не мешает организовать точно так же как мужчине производства и быть и двигаться карьерно как топ-менеджер она допустим она организована она трудолюбива работоспособна умная образована вот и она действительно вкладывается в своей карьере на этом заводе да и начинает продвигаться например по карьерной лестнице и в какой-то момент начинают происходить такие моменты что ситуации да что тогда когда нужно сделать как бы следующий шаг карьерной лестнице например там какой-то конкурс или какая-то заявка которая понятно что если вот это вот состоится и случится она дальше продвинется да вот случаются какие-то такие моменты она она может заболеть или она вдруг никогда не опаздывал на друг опоздает пропустит какое-то мероприятие то есть здесь принципе даже такая мотивация мотивационное забывание может сработать да и она как бы получается работы я и продвигаясь сознательно вроде бы своей а чего я понял она мешает чего женщина такая женщина боится успехи я могу сейчас так один пример приведу скажите это стоило не то вот например у нас есть в политике валентина матвиенко спикер совета федерации в общем-то статусный человек прошедшие там много должностей и и известное в обществе прозвище в узких теперь широких кругах валька стакан она вынуждена была чтобы подвигаться бухать с мужиками поскольку она в этом мускулиной сфере да то есть по сути выключать все себе женское если ты условно говоря женщина директор военного завода ты будешь у тебя стоять коньяк будет там это в сейфе да я буду приходить такие же товарищи пузатые только погонах и без ты будешь им наливать и с ней вместе и стакан грызть этот страх у них возникает что они вынуждены становятся мужчинами для того чтобы дальше карьеру строить да возможно то есть вот матин хорнер она как раз говорила что когда изучила что же это за такой феномен да она поняла что это как раз страх потери женственности который начинает женщина ощущать может даже не до конца осознавать она его не осознает потому что если а вот как раз осознать да и что же тогда с этим дел да если осознать проговорить и понять то тогда можно найти выход да то есть выстроить какую-то другую модель вот и и который не будет мешать в нормальном карьерном движении например вот но она не осознает она просто вот чего что-то такое подобное ощущает но не прямо это да потому что вот я про матриенко таких вещей не знал честно говоря но я слышала что ну действительно вот прямо людей которые в этой сфере работают что например архитектор женщина архитектор если она вот именно архитектор который строит дома вот и она действительно по статусу продвигается на такой достаточно руководящий уровень то на стройках на строительстве вот примерно такая же ситуации происходит то есть она как начальник приходит когда на стройку но там не пить да и не грызть стакан как вы говорите может быть но допустим ругаться матом орать да да я уже не говорю о внешнем виде до что туда не пойдешь вот но жаловались да у меня такая работа я не могу там норковую шубу носить но самое главное что она не она уходит от того чтобы чувствовать себя женщиной и когда вот иногда вот это вот чувство она в карьерном таком росте в карьерном стремлении она может вытесняться да то есть не до этого конечно я же хочу вырасти там профессиональные хочу зарабатывать ты 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 вот но вот то что а я же тут не буду женственный вот она в конце концов все равно неосознанно но проявляется и она так вот говорит там женщине так стоп куда я еще сейчас вспомнила вот в нашем рисуночном тесте когда мы его вот применяем да там еще один интересный момент проявляется один тип тоже еще рисунков когда женщина рисует успешную женщину вот как раз в полный рост что называется да и прям как вот успешную фигуру а мужчину при этом рисует там винте в уголочке маленького скукоженного там обозначенного просто фигурку то есть женская успешность понимается как для нее как успешность а мужская то есть это тоже разделение мужской и женской успешности в сознании вот но при этом нивелирование мужской успешности то есть разделение мужской и женской успешности она может быть через нивелирование женской для себя и тогда с большой вероятностью женщин будет присутствовать страх успеха в принципе ей характерный она даже может и цели даже не будет себе ставить чего-то добиваться вот либо через нивелирование мужской успешности и тогда она будет для себя обесценивать мужчин то есть она добиваться будет и она свою самооценку самосознание этим поднимать будет но проблема в том что она не на не сможет найти себе мужчину то есть потому что всех мужчин она будет обесценивать то можно предложить им женщинам которые добились успеха чтобы они выходили из этого состояния стресса стресса не с работой связаны не с бизнеса не того что там кредите не одобрили до или проверка фнс пришла а связано с тем что ты сталкиваешься завистью сталкиваешься с ненавистью сталкиваешься с невозможностью найти мужчину подходящего вот и ты становишься несчастным это же на самом деле большом счет тараканы это просто надо их убирать да как-то убирать я могу сказать что в настоящее время уже вот я для себя отслеживаю трансформацию гендерных моделей то есть на самом деле не сейчас только ведь начались эти женщины ведь москва слезам не верят снялась тоже не на пустом месте да то есть у нас женская карьера выделенная такая женская карьера она сразу после октябрьской революции это особенности именно россии да это особенность россии именно это модернизации модернизационного проекта который был коммунистом предложен да да коммунизм победил в нашей стране вместе с феминизмом одновременно то есть многие коммунисты были феминисты и при продвижении политики партии как говорится коммунистической были продвинуты феминистские идеалы и ценности вот в общество частности детские сады были внедрены сразу женщины были включены в производство массово вот а если они и стали транслироваться в в идеологии в пропаганде образы женщин работницы и работницы и начальника жена в цы трактористки стахановки трактористки великие во время войны летчицы ну и так далее то есть там женщины героини да такие и у нас именно в стране в большей степени наверно чем где-либо характеристика мужественная женщина это позитивная характеристика то есть это на самом деле если посмотреть наверно нашу культуру некрасова слова горящую из бы войны даже где-то корни оттуда идут да у нас скорее даже в обществе сейчас происходит какой-то ренессанс да хотела бы ходить в красивом платье там носить какой-то наряд там так вот это но избы на лошади скачутся к что из бы горят и горят то есть у нас женщины даже уже сейчас больше тянутся какой-то более такой традиционной женской позиции где-то внутренне до отдохнуть от этой борьбы постоянной в которую в общем-то страна погрузила всех женщин в обязательном порядке вот и поэтому в то же время сейчас то есть у нас когда еще началась эта трансформация у нас уже в сороковые годы вовсю женщины были абсолютно равны и женщина ученый и так далее да даже полу клачется вот за рубежом только в 60-е даже нет позднее восьмидесятые годы начали следовать феномен внутреннего конфликта работающей женщины у нас 70-е годы это уже был устоявшийся типаж там допустим фильм берегите женщину тоже когда об этом уже он он уже переосмысливался и сейчас действительно много молодых девушек которые имеют такой вот образ успешности когда она должна в общем-то вообще не опираясь ни на каких мужчин ну может быть она позволит себе рядом быть собой каком-то сопоставимому с ней допустим да по уровню молодому человеку но не через мужчин да там не через постель а именно вот сами добиваются именно как раз вот в бизнесе таких ног до добиваются вот это вот самостоятельности раскручивать бизнес особенно по россии да вот делают себя сами но не обязательно бизнес кстати карьера же может быть любой да в научной сфере тоже вот и при этом внутренней трансформации вот модели они происходят то есть не все же вот находятся вот в этом внутреннем конфликте которые они не прорабатывают и не решают никак для себя кто-то осознает многие вещи и создает собственную модель то есть понимаете человек может быть так называемым субъектом культуры то есть не культура его формирует и там вкладывает в его голову вот эти пазлы которые то ли сойдутся то ли не сойдутся вот и счастье если они сойдутся но они могут не сойтись и человек будет вот такой вот во внутреннем конфликте постоянно ходится человек это еще и субъект культуру он может в принципе заложить модель новую другую свою до первым будет сложнее предлагать если модель будет успешно она может укорениться да но когда это после первого человека по этой тропиночки протопчет еще дотопчет ее другой человек 3 если это удачная модель она станет нормой она станет новой нормой культуры и вот эти вот процессы гендерных трансформаций они идут сейчас очень мощно очень бурно и постоянно и уже например становится распространенным так называемый ну например там то что называют гражданским браком хотя это на самом деле гражданский брак это вот тот брак которым была я когда просто расписались без церкви да без церкви вот сожительство например да так скажем принятое в обществе и легитимное сожительство без да без вот этой росписи люди говорят зачем мы два свободных человека или например вот сейчас возник я слышала от одной очень хорошей знакомой она говорит меня все вот тоже достигло очень многого да в корее я даже не буду говорить в какой сфере да и чего дать она достигла она очень успешно она состоялась как мать у нее прекрасная там талантливая дочь за границей звезда тоже в науке вот и она говорит там разведенная она говорит а меня сейчас вообще очень устраивает гостевой брак это так удобно то есть появилось еще понятие гостевой брак то есть и и это вполне устраивает она не рефлексирует какой-то мужчина ну может быть я не знаю я там не углублялась в нюансы да но могу предположить что знаю еда что она не рефлексирует что это за мужчина да какая у него перспектива вот вы скажи скажите вы сделали очень интересно такое замечание о том что успех у женщин такой мускулинного типа до героизация женщин она на самом деле случилось в нашей стране намного раньше чем где бы то ни было ну в смысле из известных и развитых стран а в связи с этим возможно у таких женщин современных женщин которые делают успехи имея такую традицию успешных женщин по мускулинному типу они должны его должно быть легче да и общество должно воспринимать легче чем например на в обществе американцам где еще в 60-х годах условно рядом ходили в этих юбочках колокольчиком шум как-то брюки они было просто нельзя это был вызов уже у нас пожалуйста вот роба одевать связи с этим если какие-то исследования которые могли бы сравнить там например у американцев как классику и наш наше бытие и в этих исследованиях выясняется например что наши женщины чувствуете комфортнее в роли успешных вот маска по маскулинному типу чем американские женщины которые хочет троится очень недавние они там сталкиваться с массой с массой вот вы знаете парадоксально я тоже надо этим думала ну то есть не совсем так тут конечно вы немножечко берете разные страты да тот кто у нас таскает там в робе шпалу может быть аналог есть в американской культуре они не те кто носит юбочку у нас тоже есть такие которые вот ну домохозяйки при состоявшихся мужьях у нас просто но еще система идеологическая не совсем скажем поддерживала этот момент уровень благосостояния не тот вот еще что какой фактор понимаете не такой состоянии был в обществе всю дорогу вот начиная с отечества с октябрьской революции чтобы мужчина мог самостоятельно прокормить семью то есть это вот перестала быть после революции наверное вот это редкостью стала то есть условно говоря для для американской женщины которая выбирает карьеру и успех маскулинного типа это блажь для нашей женщины это вынужденная необходимость ибо ну да может быть утрированно грубо но примерно так да 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 парадокс вот в том что несмотря на то что исследование например внутричество конфликта работающие женщины вообще начались за рубежом то есть у нас началось это раньше вообще все работающие женщины до но никто это не следу да но никакого конфликта как бы не считалось вообще нет они может и были просто люди с этими конфликтами умирали поколения да а может и не было то есть я вот вспоминаю свою бабушку свою маму работающих там до делающих карьеру активно мало так скажем имеющих время уделять семье и детям но им говорили что работать и состояться вот что нужно в жизни а там дети их вырастет семья это детский сад и школа и советская власть в советской власть детей-то вырастет так оно и было вот и за рубежом вот где-то ну в 70-е может года до развелись 90-е годы исследование вот этого феномена семейная семейно-рабочего конфликта work family конфликт ролевого конфликта работающие женщины и у нас впоследствии тоже начали ну как бы эти следы не переводить и смотреть на этот феномен когда мы тоже стали его изучать исследовать гранты были на эту тему вот у нас оказалось что этот конфликт есть у людей то есть он есть у женщин в современных и достаточно распространен и с таким же механизмом как сейчас за рубежом примерно по тем же сферам неудовлетворенности собой и вот какой-то вот но он 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 не потому что он происходит не потому что женщина вот разрывается на части не успевает просто все работающие там и и за детьми ухаживать она она испытывает чувство вины из-за того что она возможно не соответствует вот этим идеалам там вопросов как раз вот опять образ идеальный что что вот это вот желание взять на себя все синдром супер женщины и вот так называемая перфекционизм ощущение что я не соответствую этим планкам я не соответствую давай стремись дальше еще нет ты не соответствуешь то есть ты плохая мать нет и плохая работница не как ты плохая жена а что можно порекомендовать женщинам которые сталкиваются с подобным синдромом с такими проблемами то есть психотерапевт там антипрессанты что можно ступить или смотря в какой степени это развита но вообще на самом деле в первую очередь это осознавание вот это в конфликта на уровне я концепция выявление того каков вообще механизм то что он может быть разным может быть более психоаналитический скажем так связаны с этими подходами когда еще в детстве был заложен глубокий невроз по типу перфекционизма и человек просто постоянно в любой принципе в любом образе собой не удовлетворен и постоянно себя грызет просто потому что это в основе невроз перфекционизма очень часто у женщин именно так вот ну и плюс еще давление вот неадекватно взятых на себя и несовмещённых никак не сопоставленных даже не осознанных гендерных вот этих вот разных стереотипов они же не только женщина они же раскладываются мать да я как мать я могу с собой быть удовлетворена как женщина да о я красивая привлекательная женщина но я мало уделяя внимание но я никчемная мать я плохая мать да и вот когда вот это вот сидит в голове я плохая мать человек начинает там всевозможные компенсаторные неадекватные там всякие проявления поведенческие которые только усугублять ситуацию например негативно например там варианты есть как раз для матери разные то есть например я плохая мать потому что мой ребенок болеет у хорошей матери дети не болеют и всегда когда ребенок болеет она начинает хвататься за все подряд бросать работу ну в смысле не бросать работу а уходить на больничный переключаться полностью на ребенка и и заниматься то что называется просто залечивание то есть лечить сверх меры и сверх необходимости там таскать по врачам лекарства до нависеть над ребенком и вот фокусироваться на нем в результате ребенок в результате даже статистически установлено даже не в психологии а в медицинских исследованиях такая такой момент я с удивлением обнаружила эту статистику что бронхиальная астма развиваются у детей карьерно ориентированных матерей я была удивлена то есть это вот подтверждает вот этот вот момент в результате у ребенка потому что возникает тоже стресса соматика но даже нет это не психосоматика возникает выученные такая вот ипохондрия то есть я заболел знаешь мне будет масса внимания дома да и он неосознанно начинает больше болеть и что интересно вот в частности есть в отряд таких заболеваний продукт психопродуцируемых это не психосоматика даже а это вот психологически продуцированные болезни паранхиальная астма оказывается относится к этим болезням у детей статистически вот выявили медики что связано то есть карьерно ориентированная мать она испытывает чувство вины что если я вот вся нацелена на карьеру особенно когда карьера часто отнимает больше времени чем скажем рабочий день вот ну например в науке она отнимает все время то есть и днями и ночами и без какого-то графика если ты хочешь пробиться сделать там свое имя и свою тематику это огромный труд это прям вот и в это время если тебя растет ребенок вполне может быть такое что они болеет ли он они они плохая ли я мать в связи с тем что я постоянно заняты а заболел все то есть триггер сработал на триггер сработал и ребенок начинает маленький еще совершенно порой даже не знаю там это может быть новорожденный он начинает чувствовать что именно когда он болеет суперзабота включена включается суперзабота и оформляется вот такой вот эпохондрический синдром определенный интересно вот это может быть заучивание и это может быть еще развитие потребительства у ребенка как варианты то есть не у всех вот скажем так бзик на здоровье ребенка кто-то скажет сопли вытри иди в садик вот есть такие то есть они не обращают внимание на есть которые у меня нет времени на ребенка дай-ка ими игрушки на покупаю да 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 типичный момент он больше кстати на на у отцов даже проявляется потому что очень часто отцы например особенно разведенные до чувствует вину что не уделяют внимание достаточно ребенку и они вот это компенсирует через вот в подарки или мать например приезжая из командировки она вот компетентные в этой сфере знакомая я смеялась и слышишь то что да я горит везу полный чемодан для детей своих из командирования то есть съездил на конференцию в командировку и детям везет полный чемодан игрушек там книжек ну подарок и детишки ждут следующей конференции как ману не как нового года они на как сказать дополнительное поведение ребенка в результате в чем проблема может развиться в том что возникает потребительство и они начинают манипулировать то есть когда мать ну например вынужден бежать на работу такие дети если уже вот ну такая система отношений начинает складываться на основе чувственной матери а на самом деле а видно по детям то есть мать она не признается в том что не есть чувственное она горит я хорошая мать вот и никогда она не скажет да я чувствую что плохая мать нет вот а вот по детям видно что этот сидит у нее такая черва ну червячок вот этот точит да а они начинают например скандалить когда она какая разница им они остаются с любимой бабушкой да они могут сказать уезжаешь счастлива всего тебе хорошего но нет они начинают ну вот там до показывать свое неудовольство усиливая чувство вины матери зная что чем больше не удовольство как зная до почувствую да 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 вот что усиливая чувство вины матери они себе добьются вот этих вот плюшек результате она 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 купит то что они давно мечтали а так она не купит вот даже какой-то рекламы давно помню была такая там деловая женщина что-то звонит по телефону из магазина своему маленькому ребенку да дорогой да и она значит видно что она после длинного рабочего дня что она карьерно ориентированная она такая вся как от менеджер или кто она быстро накладывает супермаркете в корзину себе но всякий быстро продукты то что ей надо быстро быстро закрыть эту тут хозяйственную дыру и видит большого плюшевым мишку и говорит да да дорогой я сейчас приеду я тебе купила купила значит лишь плюшевым мишку то есть вот проявление еще такое ну или заучивание у таких в таком случае допустим мы можем слышать когда мать ну это кстати и отцы имеют такой конфликт сейчас как выяснилось в этом гендерной трансформации тоже состоит вот но началось с матерей и такое что у меня ребенок вот там в три года у меня ребенок ходит вот в такую-то студию а эта студия куда допустим очень трудно устроиться там очень дорого там да и еще английский язык у чему таких-то там таких-то да или на репетитора я трачу такие-то деньги и как правило такие родители они не дают вообще свободного времени своему ребенку им кажется что если они не будут его постоянно когда у них есть вот время развивать его и куда-то таскать тыкать а самое главное в самый престижный вот их еще особенно успокаивает компенсаторность в том что это не просто развивающие какие-то да адекватные да это какие-то статусные дорогие там да вот организации которые назвав она вызовет ну господи вы говорите что дети манипулируют а представляете сколько владельцев таких организаций как они манипулируют этим вещами да нет не только на вот этом внутри личности конфликте манипулирует все на потому что мы сейчас разобрали только образ матери да там еще в этом конфликте пять образов там есть образ просто женщины то есть я как женщина это что значит у нас что значит идеал женщины это до старости сексуально привлекательная молодая женщина независимо от ее образа жизни важно что не пять детей она должна быть с великолепной подтянутой спортивной фигурой бодрая подтянутая и красивая без морщин как на это манипулирует наши косметологи и и фитнес индустрия целая индустрия по ногтям которые заняты по моему каждой третьей степени да то есть вот где мы вот да интересно примуты целые пласты экономические возникают на этих психологических проблем огромные пласты и не только индустрии ну что ж оригинальна спасибо большое наш программа подходит концу интересный разговор вот мы я уверен еще встретимся у нас еще ряд интересных тем сейчас я хочу попрощаться нашими телезрителями и снова представить нашу гостью это ольга геннадьевна лопухова доцент кафедры педагогической психологии института психологии образования казанского федерального университета и я ведущий журналист рустам вафин до свидания до новых встреч а